Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок развития личности. Догадайтесь, о чем пойдет речь, прослушав стихотворение. Кто жить умеет по часам и ценит каждый час, Того не надо по утрам будить по десять раз, И он не станет говорить, что лень ему вставать, Зарядку делать, руки мыть и застилать кровать, Успеет он одеться в срок, умыться и поесть. И прежде чем звенит звонок, за парту в школе сесть. Я думаю, что вы уже догадались, что говорить мы будем о том, Что все надо делать по времени, ценить каждую минуту. А поможет нам в этом режим дня. И тема нашего сегодняшнего урока – режим дня ученика первого класса. Что же такое режим дня? Это правильный распорядок времени в течение дня. Но чтобы вникнуть в эту тему, я предлагаю вам поиграть в одну игру. Похлопайте в ладоши, если увидите картинку И услышите слово, характеризующее здорового человека. Готовы? Ну тогда начинаем! Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете признаки здорового человека, Который соблюдает режим дня, Потому что режим дня – это залог здоровья. Среди вас и ваших знакомых наверняка есть такие люди, Которые все успевают. И уроки сделать, и книжку почитать, И поиграть, и любимым делом заняться. А есть и такие ребята, У которых только одни обещания. Потом, завтра, немного погодя. С завтрашнего дня обязательно начнут делать зарядку. И получается у них, что за целый день ничего и не успели. В самом деле, почему же одни все успевают сделать, А другие и одного дело закончить не могут? Может быть, те, которые все успевают, Знают какую-то тайну времени? Или часы у них по-другому уходят? Оказывается, тайна времени все-таки есть. И сейчас о ней у нас будет разговор. Запомните, режим дня – это залог здоровья. Как же не забыть о каких-то делах? Как подсчитать, сколько времени уйдет на приготовление уроков? А сколько на прогулку? Вот тут-то мы и познакомимся с главной тайной времени. А называется она режим дня. Давайте попробуем расписать свой день по часам, То есть составить ваш режим дня. Что же должно входить в него? Какой первый пункт? С чего начинается наш день? В режим дня входит сон, помощь по дому, питание, учеба, игра, отдых и личная гигиена. А теперь подумайте, какой же первый пункт в режиме дня? Правильно! Это подъем и уборка постели. Подъем первоклассника осуществляется в 7 утра. И 10 минут вам будет достаточно для того, чтобы убрать свою постель. Утром зазвонил будильник. Мне будильник ни к чему, потому что без звоночка встать так рано я могу. Следующим пунктом в режиме дня будет умывание. С шумом струйка водяная на руках дробиться, Никогда не забывая по утрам умыться. Зубная щетка, паста, мыло. Вот и все, чтобы лицо чистым было. Давайте подумаем, что же идет следующим пунктом в режиме дня. Конечно же, для здоровья нам необходима утренняя гимнастика. И всего лишь 10 минут по утрам нам достаточно, чтобы привести свое тело в норму. Занимаюсь я зарядкой по утрам и вечерам. Со здоровьем все в порядке, что советую и вам. Ножками потопали, ручками похлопали. Вот здоровье в чем секрет. Всем друзьям физкульт-привет! Следующим пунктом в режиме дня будет завтрак. С 7.30 до 7.40 нужно обязательно позавтракать, так как пища дает силы для предстоящей работы в школе. А также она необходима для нормального роста и развития организма. Мы за завтраком сидим, кашу вкусную едим. Знает каждый ученик, ум без завтрака – паник. С утра подкрепляйся, правильно питайся. Дальше после завтрака мы идем в школу. Дорога по пути в школу – очень ответственное мероприятие. Важно помнить о правилах дорожного движения и не отвлекаться по пути в школу. С 7.40 до 8.10 дорога в школу. Понукания не жди, в школу быстро ты иди. Прежде чем захлопнуть дверь, все ли взял с собой, проверь. По дороге не зевай, правила движения соблюдай. Дальше по приходу в школу начинаются учебные занятия. С 8.15 до 12.30 мы учимся в школе. Чтобы грамотнее стать, надо книжки почитать. И задачи все решить, чтобы оценку получить. За звонком звенит звонок. Точно в срок идет урок. Нужно очень много знать, чтобы полезным в жизни стать. После школьного дня мы отправляемся домой. Дорога домой может занять гораздо больше времени, потому что по дороге важно понаблюдать за происходящим на улице, подышать воздухом. До свидания, школьный дом. Завтра снова мы придем. До часу дня каждый ребенок должен дойти со школы домой. Дома всех нас ждет вкусный обед и полезный. Обед с часу до часу 30. Это время для обеда. Значит, нам за стол пора. Прекращается беседа, прекращается игра. После обеда обязательным пунктом в режиме дня должна быть прогулка либо занятие спортом. Я по улице гуляю, свежим воздухом дышу. Что увидел я, что знаю, хоть сейчас вам расскажу. После трех часов начинается приготовление к урокам, домашнее задание. Сядем за уроки и начнется дело. Вводим мы в тетрадки ручкой умело. Сделаю уроки, все мне по плечу. Ведь я в первом классе первым быть хочу. Приготовление уроков занимает время с трех часов дня до четырех часов дня. В это время наибольшая активность у ребят. После четырех часов в режиме дня первоклассника обязательно начинается свободное время. Как же можно использовать свободное время? По вашим увлечениям. Свободное время можно провести, использовать для этого игры, любимые занятия. Обязательно включить в это время полдник, маленький перекус для того, чтобы набраться сил после выполнения домашнего задания. Игры с младшими братьями и сестрами, просмотр телевизора, помощь по дому, конечно же, ужин в кругу семьи и чтение. Это очень важный элемент, который успокаивает перед сном и дает пищу для ума. Следующее. Это подготовка ко сну. Ждет зубной порошок и журчит водица. Не забудь, мой дружок, перед сном умыться. И, конечно же, время для сна начинается с девяти часов вечера. Вот закончен этот день. За окном густая тень. Пусть приходит крепкий сон. Всем на свете нужен он. Сон – это очень важный и необходимый компонент в жизни человека, как вода и пища. Для полноценной работы нашего организма в течение дня человек должен хорошо высыпаться. Детям вашего возраста необходимо спать от девяти до десяти часов в сутки. Ну что, дорогие друзья, вот мы и составили наш режим дня. Старайтесь его строго соблюдать, и ваше здоровье станет крепче, а настрой всегда будет энергичным и позитивным. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова